Здравствуйте! Вы смотрите Медиа-Инфорум. Сегодня у меня в студии гостья Ольга Довга, представительница одной из ведущих клиник в Одессе по лечению алкоголизма и наркомании, но Ольга представляет у нас сегодня особый раздел жизни этой клиники, так бы я сказала, да. Я надеюсь, что побывает у нас и главврач клиники, и психолог, потому что сегодня алкоголизм и наркомания, в общем-то, мы уже к этому относимся как действительно болезни, болезни, которые надо лечить, а в наше время, когда у нас очень много сейчас, да, наверное, людей с посттравматическим синдромом, и им не чужды эти зависимости, естественно. Ну и есть возрастные проблемы, да, кризисы у женщин и у мужчин, поэтому, в общем-то, это то заболевание, которое сегодня нужно и должно лечить, и это делается в клинике Благо Плюс. Но Благо Плюс называется так потому, что там есть слово плюс, а плюс это значит расширение возможностей. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Оленька, мы побывали в клинике, и вот то, что у меня получилось из того небольшого времени, которое я провела в клинике, вот сейчас мы покажем телезрителям. А если у вас есть вопросы к косметологу, Ольге Долгой, вы уже можете набирать наш номер телефона 737-7310. А пока смотрим. Клиника Доктор Благо Плюс занимает лидирующие позиции в сфере лечения, наркомании и алкоголизма. И в книге отзывов чаще всего встречается фраза «С помощью клиники Доктор Благо Плюс я получил новую жизнь». Но сегодня мы поговорим о новостях самой клиники. Ольга, ваша клиника называется Благо Плюс. И плюс, как вы мне объяснили, предполагает, что вы всегда смотрите, где бы еще что добавить, как расшириться, что прибавить к тому комплексу, который у вас уже есть. Но совершенно неожиданно, что в клинике, где занимаются лечением, наркоманией, алкоголизмом, игроманией и так далее, и так далее, разных видов зависимости, вдруг появляется косметология. Хотя, в общем-то, я догадываюсь, почему, но интересно услышать от вас. Вы знаете, наши клиенты, вообще что, как наши родственники, мы с ними начинаем от начала и до конца. И мы лечим не только изнутри. Хочется людям добавить красоты снаружи. Это делается в комплексе. Работают врачи, лечат изнутри. Я, как врач, косметолог, дерматолог, я стараюсь подарить людям счастье и красоту на их лицах. То есть те, кто люди желают выглядеть более свежее, моложе, я приложу максимально усилия для того, чтобы они были счастливы. Наверное, это очень важно, потому что, выходя отсюда, чтобы человек взглянул на себя в зеркало, полюбился. Конечно, конечно. Люди многие страдают. Депрессия наши клиенты. И когда тоже вот последствия, все же болезни у нас на лице, последствия негативных привычек сказываются на лице, да, вот мы предпринимаем для этого все силы, чтобы человек взглянул на себя и подумал, боже, какой я красивый, какой я прекрасный. Для меня этого абсолютно не нужно, для меня это. И я буду жить, я буду стремиться обязательно. Да, он выйдет, ему еще комплимент сделают. Конечно, да. А это же как раз... Ты отдохнул, ты умрец. Да, ты молодец, ты хорошо выглядишь. Боже, наконец, я хорошо выгляжу. Оленька, ну теперь расскажите хотя бы в двух словах. Я вижу озон. Что это за аппарат озонотерапии? Потому что я знаю, что раньше озонотерапию взяли внутривенно. Здесь аппарат. Это тоже внутривенно? Мы используем и внутривенно капельницы для наших пациентов. Я как врач-косметолог-дерматолог использую также инъекции в кожу и подкожно для тех людей, которые хотят подтянуть кожу, взять более упругой и избавиться от небольших лишних жировых отложений. Что еще у вас в арсенале? В арсенале у нас еще из аппаратуры карбокситерапия. А что это такое? Вот это я не слышала вообще. Да, карбокситерапия. Она очень давно используется в медицине, но как-то они все подзабыли. Но на самом деле это уколы СО2. СО2 – это природный газ для нашего организма. Мы сами же его вырабатываем. И когда врач подходит к пациенту и делает, допустим, те же уколы, инъекции, СО2, идет максимальный приток крови, максимальные клеточные элементы подходят туда и они удаляют. Да, начинается работа. Это применяется как антиэйдж-терапия, как улучшение цвета лица, как тургор поднятия. При высоких концентрациях СО2 – это тоже липолитический эффект. То есть мы ожидаем ненужный нам жир в тех местах, в которых мы не хотим, чтобы он был. Это тем самым потяжка овала лица, разглаживание лица. Ну и для женщин и мужчин. Я боюсь, что к вам придут не только те, кто лечится в клинике, но и женщины захотят. Просто. Я очень буду рада всех видеть обязательно. Приходите. Всем я помогу, чем я только могу. То есть буду рада всех видеть. Ольга, вот здесь совершенно какой-то загадочный вот этот вот краник, который отгорожен. Вы сказали, что это у вас такая территория. Что это за территория? Мы одеваем специальное оборудование и запускается то углекислый. Оборудование – это что значит? Это костюм? Да, это специальный костюм, который одевается. Туда запускается углекислый газ. И тем самым получается повышение обменных процессов, приток крови, омоложение, подтяжка, тонушь и выведение всех токсинов из организма. То есть и сколько нужно сделать таких процедур? Ну где-то 10-15. А озонотерапии? Озонотерапии тоже до 10 раз. То есть это по назначению доктора. Кому-то, допустим, понадобится 5 раз, кому-то 10. Это все индивидуально. Все зависит от состояния человека, да? Все понятно. А можно вот увидеть, как это все выглядит? Конечно, можно, да. Мы сейчас обязательно покажем. Давайте. Сердце, сосуды, кожа, ваша нервная система и сон скажут спасибо вам за эту процедуру. Данечка, можно вас побеспокоить? Да. У вас какое сейчас состояние? Блаженство. Судя по закрытым глазам. Очень большое. Вы согласились сниматься, при том, что вы пришли сюда по своим делам на свою процедуру, какую-то косметологу, как я поняла, драматологу, да? Да. Скажите, а эту процедуру вы когда-нибудь делали? Нет, делаю первый раз. И думаю, что в дальнейшем пройду курс. Кольчка, тихонечко нам, пока Танюша отдыхает, прокомментируйте, что происходит сейчас с телом. Значит, получая углекислородные сухие ванны, да, тело дает приток крови, очень массивный. Человеку в кольке становится достаточно жарко. Мы можем об этом даже спросить Танечку, она нам скажет, что действительно жарко. И тем самым, так как кожа, это настолько такой интересный орган, она обладает выводящей функцией, да, выводятся все токсины. Максимальный приток крови идет в каждой клеточке кожи, тем самым кожа благодаря своим ресурсам омолаживается. Это похоже на сауну? Не совсем. На парокамеру? На что это похоже? Нет, это отдельный метод, понимаете? Это совсем по-другому действует. Вот это вот собственными резервами кожи, организма мы добиваемся омоложения и подтяжки. Мы его провоцируем, да? Да, мы немножко его провоцируем. Сколько будет длиться первая процедура? Первая процедура длится от 15 минут и по нарастающим. И до? Самая большая? До 40. До 40 минут, да? То есть первая пробная 15 минут. Да, и потом уже ведется карта клиента, и в карте отмечается какой-то раз, и доводится до 40 минут. Что вы любите больше, эту процедуру или озонотерапию, или их сравнивать не будет? Вы знаете, я не могу сравнить. Каждый метод настолько индивидуален для каждого человека, в зависимости от того, что он хочет достичь. КОНЕЦ Эйфорию и удивление вызывают волшебные результаты суджок-терапии. И это не дань моде. Это дань результатам. Юр, пока идет сама процедура, врач занят, прокомментируйте, пожалуйста, что здесь происходит. И это тоже ваш плюс, да? То есть благо расширился плюс. И сейчас у нас появилась новая процедура. Ну, как я уже хотел бы сказать, что наши больные, это не только больные, страдающие алкоголизмом и наркоманией. Наши больные еще, находясь в хронической интоксикации, очень часто находятся в состоянии повреждения всего организма. То бишь, страдает система всего организма. Поэтому, исходя из нынешнего времени, мы решили подключить не только традиционные методы медицины, но и нетрадиционные методы, которые в последнее время приобретают широкую популярность. Один из таких методов – это суджок-терапия. Это детище корейского профессора, имя которого Пак Дживу, он является новоположником. То бишь, это система воздействия на точки, находящиеся на кисти и на стопе. Ноги, да? Ноги, которая является зеркальным отображением всего тела организма. Этот метод эффективен, этот метод безопасен и практически не вызывает никаких побочных эффектов. Ну, не потому что немножечко больно? Разве что немножечко, потому что наш специалист, скажем так, изучил эту методику досконально. И воздействие на болевые точки – это является диагностическим критерием того, что в этой зоне есть проблема. Что это таки точно та точка, да? Да, что он точно, проекционно попал в нужное место. И пройдя таких нескольких курсов, у человека действительно, после сдачи определенных анализов, выявляется улучшение в физиологическом плане. То есть вы потом проверяете, да, через анализы, человек сдаёт анализы, вы проверяете, что же произошло с организмом? Не только анализы, доктор, который проводит процедуры, сам в зависимости от интенсивности уменьшения боли, может сказать, что данная проблема зона, он хорошо проработал, и она на данный момент является уже, скажем так, непроблемной, и здесь можно прекратить работу. То есть эта процедура, по идее, показана не только вашим постоянным клиентам или вашим клиентам специфическим, так скажем. Она показана, в общем-то, наверное, любому человеку, да? Она показана действительно любому человеку. Просто мы, в силу того, что мы решили расширить масштабы оказания медицинской помощи, в том числе оздоровительного характера, мы решили присоединить нетрадиционный метод действительно в том плане, чтобы улучшить систематическое состояние здоровья наших пациентов. И чтобы от вас выходили уже просто как новинки. Спасибо, спасибо огромное. Я думаю, что наш коллега будет стараться и будет широко применять эту методику, так как она у нас приобретает широкую популярность и немногие владеют ей. Южно, первый удар вы принимаете на себя? Первый удар для того, чтобы я мог привести в кабинет на сужок терапии, человек должен быть в сознании, в вербальном контакте, должен улыбаться. А дальше мы уже начинаем работать по системам органов. Скажите, это действительно больно? Ну, не каждая иголочка больна. Больно, когда определенная точка. А какие точки больны? Дело в том, что есть в организме точки соответствия, которые расположены на ладони и стопе, точки соответствия органам. И больно наступает именно тогда, когда попадаем в точку соответствия на 100%. Вот обратите внимание. И здесь реакция. И вы уже определяете, в общем-то, где точки Ахиллесовой? Конечно, непосредственно в начале процедуры идет диагностика. Диагностика производится щупом специальным, а потом непосредственно идет как бы лечение само. Сколько длится такое лечение? 12 сеансов. 12 сеансов. А каждый сеанс по времени? Час, полчаса. Спасибо. Юр, у нас с вами есть, как я понимаю, 4 минуты. Да, вот идет первая процедура, 4 минуты. Что это? Ну, хочу сказать, что кислород – это основа для клеточек нашего организма. Без кислорода не происходят ни одни окислительные процессы. Так вот, наши пациенты – это пациенты, которые страдают таким состоянием, как гипоксимия, то есть сниженное количество кислорода в крови. Это из-за хронических интерсекаций, из-за того, что многие биохимические процессы, из-за недостатка кислорода приводят к недостаточному кровообращению, питанию органов тканей, нарушению сна. Мы нашим пациентам пытаемся компенсировать эту гипоксимию. Несколько кислорода, то есть гипоксимия, является симптомом ряда заболеваний. Это абструктивные бронхиты, это астма, это сердечная недостаточность, это инфаркт, это профессиональные заболевания легких. Поэтому, основываясь на анализах, на собранном анамнезе и на проблемах наших пациентов, мы пытаемся гипоксимику убрать и скомпенсировать кислородную недостаточность, которая у них присутствует. За счет этого наши пациенты начинают хорошо спать, за счет этого у них улучшаются анализы, за счет этого они начинают выздоравливать. То есть, как мы говорили, это, так скажем, внутренняя барокамера? Ну, скажем так, эффекты очень схожи, и самое главное, что здесь при барокамере и при кислородных концентраторах используется насыщаемость организма кислородом. Это основа того, что не хватает нашим пациентам. Это не хватает всем, Юр. В нынешнее время не хватает всем, и нам с вами тоже, поэтому это можно делать всем, не исключая даже наших пациентов. А сами успеваете? Нет, не успеваю, пробовал, получил небольшое наслаждение, ну, думаю, в следующий раз к нему подойду. Вот в следующий раз когда-нибудь, да? Все понятно, сапожник высоко. Спасибо. Ну вот, доктора Юрия Долгого вы увидели. И если, не дай бог, в вашем доме есть беда, то на Донского 2А-7, Дмитрия Донского 2А-7 вас ждут и вам помогут. Ну, а мы переходим с Ольгой к более приятной части разговора. Женщины, внимание, мы будем говорить о косметологии, которая там же на Дмитрия Донского 2А-7, и там принимает Ольга. Ну, вообще, говорят, когда идешь к косметологу, посмотри, как выглядит сам косметолог. Я думаю, что рекомендовать вам я могу этого косметолога, судя по тому, как выглядит Ольга. Оль, мы проговорили там о каких-то новинках, но тем не менее, у вас, я понимаю, большой комплекс косметологических услуг. Соответственно, вот самые простые, зачем может обратиться женщина? Массаж лица, вот то, что мы по старинке любим и вот говорим, что вот массаж лица, есть такой вид услуги? Да, есть массаж лица обязательно, потому что это азы косметологии. Это одна из самых приятнейших процедур для мужчин и женщин. Во-первых, приток крови, приятное ощущение теплоты рук, кто любит на масле, кто любит на каких-то скользящих кремах. То есть это великолепнейшая процедура, как релакс, как спа. Мало того, что это еще тоже маленький этап. Это и польза, это польза. Конечно, маленький этап омоложения. Хорошо, но мы тогда перейдем к более серьезным. А мезотерапия? Конечно. Как вы относитесь к мезотерапии? Я вообще в косметологии от А до Я. Я практикую все и стараюсь людям сделать все, что я могу в косметологии. Обязательно я применяю и мезотерапию. Это могут быть различные препараты от простейших, от витаминов, и заканчивая гиалуроновой кислотой на основе пептидов. То есть можно прийти с этим к вам совершенно спокойно. Контурная пластика. Вы сказали о контурной пластике. Немножечко расскажите о ней поподробнее. Не все, наверное, еще знают, что это такое. Контурная пластика. Она, можно так сказать, не так давно в косметологии, но она уже хорошо себя зарекомендовала. Хорошие эффекты, показатели. Те люди, которые боятся по какой-то причине ложиться под нож пластических хирургов, для них есть альтернатива, это контурная пластика. Это аппаратная процедура? Нет, это инъекционная процедура. Это идет заполнение пустот, поднятие, допустим, скул, коррекция губ, формы, увеличение. Или, допустим, когда симметрия, поправляем одну сторону, человек совсем по-другому выглядит. Выглядит более моложе и красивее. То есть, ну, это человек проходит, это сколько-то нужно сделать уколов? Как происходит? Вот я пришла, мне нужно пройти какой-то курс уколов, да? Вы наблюдаете за это время, за мной наблюдаете какое-то время, да? То есть, я не могу работать в это время? Нет, с кем-то и хороша контурная пластика, в отличие, допустим, от хирургического вмешательства, что практически там нет вот этого постоперационного периода. Да, человек приходит к косметологу. Да, это серьёзная процедура, это ответственная процедура как для доктора, так и для пациента. Доктор должен видеть, как скульптор, какое получится лицо после процедуры, да? И пациент должен тоже понимать, что когда ему сделали контурную пластику, да? То есть, это определённые уколы плотной гиалуроновой кислоты, которые вводятся под кожу. Под кожу. Да, разглаживаются носогубные складки. Да, разглаживаются носогубные складки. Если, допустим, ярко выраженная морщинка между бровями, да, можно применить сочетанные методики, ботулотоксины и, допустим, туда же контурную пластику. Вот это вы любите больше всего, да, сочетание нескольких методик, да? Да, вот я сколько езжу на разные мастер-классы, да, все говорят, нету вот какой-то по нации. Одной универсальной. Да, надо работать со всем, тогда будет максимально хороший результат. Какое сочетание вы любите больше всего? Сочетание, ну, вы знаете, это всё зависит от возраста, мне тяжело так сказать, потому что, если, допустим, девочка приходит там 20 лет, да, то это, конечно, там пилинги, массажи. А вы считаете, что в 20 лет нужно делать все? Обязательно, потому что косметология, по большому счёту, это профилактика старения. Если мы хотим выглядеть красиво, молодо, мы должны профилактировать старение. Понимаете? Поздно пить боржоми, когда в почке. И когда поздно, да? Когда уже поздно. Да, когда уже поздно. То есть с какого возраста ваша рекомендация начинать уже заниматься профилактикой старения? У меня есть клиенты, девочки-подростки вообще, когда пошёл подростковый период, и девочка страдает высыпаниями. То есть мамы тоже приводят, говорят, сделай, потому что моя не может ходить гулять, её беспокоят эти прыщи, эти чёрные точки, вот так они все говорят. И мы начинаем работать. Для подростков это одна программа, для девушек, там, 20 лет, это другая программа, и дамы, которые постарше, это совсем третья программа. То есть для каждого это идёт индивидуально. Майка, ваше отношение, действительно ли на лице практически состояние организма? Да, да. Только ты взглянешь на пациента, в его глаза, на его кожу, ты сразу видишь большинство его заболеваний, которые у него есть. Когда страдает, допустим, эндокринная система, мы это сразу определяем и видим. Я сразу посылаю гинекологу, эндокринологу обязательно. И даже не беру из-за этого пациента, пока нет анализов, потому что это будет безрезультатно. Когда у человека страдает кишечник, обязательно гастроэнтеролог терапевт. То есть обязательно нужно... Обязательно, да. Обязательно комбинации... Как вы сочетаете комбинацию процедур, точно так же вы сочетаете рекомендацию врачей. Да, обязательно я работаю, сотрудничаю с коллегами, врачами, и это должен быть обязательно комплексный подход. У нас звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Мы слушаем. Алло, алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, можно вам два вопросика? Первый вопрос. Ваше отношение к инъекциям ботокса, и делают ли это у вас? И второе, это уже для ребенка. Возможно ли вылечить демодекс, и лечат ли опять это у вас? Спасибо большое. Вот как хорошо. Да, спасибо за вопрос. Ботокс – это вообще, так сказать, особый ореол. Да, по поводу ботоксов очень ходит много мифов. Вот, я применяю ботокс, я люблю процедуру ботокса. Скажу так, я слышала одного профессора, которая сказала, что ботокс – это процедура для молодых. Нечего ждать там, когда мне наступит 45 лет, когда появятся заломы. Это процедура для молодого возраста, для того, чтобы профилактировать образование заломов. Тогда легче с ними потом работать. Ничего там страшного нету. Мы все знаем, что любое лекарство отличается от яда лишь дозой. Там идут минимальные дозировки, которые абсолютно практически безопасны для пациента. Есть ряд людей, которым ботоксины нельзя применять, но это я устраняю как врач, когда я получаю их анализы. То есть вы практически на первом этапе уже можете сказать, что это не ваша процедура. Да, да. После анализов, после взятия анамнеза у пациента, я сразу говорю, можно это делать ему или нельзя. Оль, но говорят, что ботокс надо подкалывать с какой периодичностью? Два раза в год, не чаще. Два раза в год, да. Ну хорошо, если я начала, предположим, то это уже пожизненная должна два раза в год, чтобы поддерживать? Вы сами выбираете для себя это. Многие люди, вот они видят эффект, допустим, соединялись о брови и был такой глубокий залом, который придавал большой возраст человеку. Человек сделал ботокс, брови у него разошлись, и он совсем по-другому выглядит. То есть для тех, кто не сталкивался с этим, то есть он позволяет что, ботокс? Ботокс блокирует мышцы, которые двигают брови, допустим. Но сейчас настолько мягкое действие ботокса, вот да, и всё, мы идём более к живой мимике. Когда человек не выглядит, когда у него нет маски на лице, есть лёгкая мимика, но не образуются заломы. Оленька, мы не ответили на второй вопрос, но я вижу ещё один звонок. Держим в голове тот вопрос и отвечаем ещё на один. Ага, нет, он сорвался. Тогда у нас второй, там наша телезрительница. По поводу ребёнка с проблемой демодекса. Я вообще не слышала про такую проблему, так что посвятите меня, и думаю, что и телезрители не все знают, что это такое. Демодекс — это клещ, который у всех у нас живёт на коже. Это называется сапрофит. Он у всех находится, но при снижении иммунитета, при каких-то заболеваниях он может себя проявлять. А как он проявляется? На лице мы видим такие бугры красноватые. Они могут подчёсываться, могут не подчёсываться. Люди пытаются их выдавить, выдавить они не могут. Они долго сидят, они безображивают лицо. Люди страдают дискомфортом, депрессией после того, как у них развился демодекс. Можно лечить. Опять же, это обязательно надо работать с коллегами в комплексе, выявить. Либо это есть заболевание желудочно-кишечного тракта, тогда мы работаем вместе с гастроэнтерологом. Либо есть проблемы по гинекологии. И по какой-то причине снижен иммунитет, и тот же местный иммунитет кожи. Когда мы это повышаем, и даём какие-то малейшие, благоприятную пищу для его исключения, то есть мы его сводим к минимуму, тогда мы сможем добиться хорошего результата и вылечить его. Но он на самом деле у нас у всех, просто у них людей он проявляется, потому что по какой-то причине снижен иммунитет. Это да, у нас у всех есть, проявляется у определенной категории. На что обратить внимание в самом начале? Вот начинается демодекс, у него же есть начало какое-то. Вот забеспокоиться, если увидела на лице, то что я должна увидеть, чтобы забеспокоиться? Вы должны увидеть высыпания красноватые, они не созревают. То есть напоминающие прыщ? Прыщ, да. Так в народе, как говорят люди, вот прыщ, он сидит не туда, не сюда. Вот он красный, может зудеть, может вот он быть даже не как прыщ, но такие красноватые бугры на лице некрасивые, которые безображивают лицо. Если вы что-то такое увидели и это не проходит, значит подумайте, что не нужно ли вам сходить к Ольге, например, для того, чтобы она вам точно сказала, что это называется, как еще раз? Демодекс. Демодекс. Плазма лифтинг, это у вас новинка. Да. Вот расскажите о ней, пожалуйста, поподробнее. Плазма лифтинг, это методика, она тоже намного уже в медицине используется, но в косметологию она вошла не так уже недавно. Вот я скажу такой секрет, косметологи подсмотрели это у травматологов, потому что они применяли это для того, чтобы быстрее проходила регенерация в костях, в суставах. Да, это собственными резервами организма. Мы сможем добиться омоложения кожи, ее увлажнения, то есть ничего инородного, ничего чужого не входит в кожу, только свое, только свои тромбоциты со своими собственными факторами роста, которые будут приводить к омоложению лица хорошему цвету. Как происходит эта процедура? Пациент должен прийти в клинику обязательно. Мы берем анализы. После того, как мы получаем анализы и видим, что этому пациенту можно, у него есть показания на плазма лифтинг, мы с вены берем кровь, принем специальные пробирки, центрифугируем их, там отделяется сгусток и плазма с его собственными тромбоцитами, которые богаты своими собственными факторами роста. Это набирается в шприц и колется аккуратно по всему лицу. Эта процедура достаточно безболезненная, потому что сейчас есть обезболивание, все это, ну результат очень великолепный, потому что люди уже с третьего укола, они говорят, боже, я так извинился, мне такие все комплименты говорят, как я хорошо выгляжу. Боже, это, наверное, для вас, да, вот когда приходят и говорят, мне сказали комплименты, для вас это больше и бальзам не придумаешь. Мне очень это приятно. У меня одна клиентка вот сейчас выходит замуж, у нее была большая проблема с Демодексом, она такая счастливая, мне все говорят, что ты сделала со своим лицом, это так приятно, что лицо... А вы в этот момент смотрите на свои ручки и безумно радуетесь, да? Вот этими ручками, это все вот этими ручками, да? Это приятное ощущение. То есть эта процедура у вас новая, она есть, и вы уже, так сказать, на ней уже работаете. Да, используем ее, да. Дальше, еще вот такая, мы посмотрели с вами сухую углекислую, да, вот этот вот замечательный вот этот пакет, в который она надувает, и увидели девушку, которая, спасибо большое, согласилась нам продемонстрировать, как это выглядит, хотя пришла на другую процедуру. Но вы говорите, что и для лица есть что-то подобное. Да, для лица есть у нас карбокситерапия. Это что такое? Это уколы углекислого газа в лицо, то есть мы достигаем максимального притока крови кожи, тем самым кожа также омолаживается, потому что, я уже говорила, в косметологии очень хорошо сочетать различные методы, да, можно делать маски, какие-то уходовые программы, перед этим, если клиент готов на укол, это не особо больно, это можно потерпеть, там небольшое количество инъекций делается, сделали карбокситерапию и какую-то уходовую программу, и клиент выходит, он очень доволен. Результат они видят буквально тоже на втором-третьем разе, то есть они очень рады. То есть эффект есть. Эффект очень ярко выраженный, да. Хорошо, но вот мы сейчас проговорили, есть мезотерапия, есть, значит, у нас контурная пластика, есть, что в зависимости от возраста ваш совет поступает, да, клиенту? Конечно, да. В зависимости от возраста вы делаете сами сочетание, чтобы лучше было, да, либо приходит клиент и говорит, нет, я вот уже что-то там делал, я хочу вот это. Вы знаете, я стараюсь вот не идти на поводу у клиентов, потому что… Умеете отказывать? Я умею отказывать, потому что иногда люди приходят и говорят, мне сделайте пилинг вот такой, как вы делали вот той девочке. Да. А этому человеку он вообще не показан, ей нельзя категорически это делать. Поэтому я говорю, нет, мы с тобой так работать не будем. Я не хочу тоже сделать человеку, извините, гадость на лице, да, он должен уйти и быть красивым. Ну, возрастные ограничения есть? В принципе, нету. Нету? Нету. Вы готовы заниматься? Да. С любым возрастом? Я рада любому возрасту, так что, дорогие женщины и мужчины, я вас всех жду, приходите. Ну, замечательная точка для нашего первого разговора. Я надеюсь, Оль, вы придете еще, и мы подсмотрим еще какие-то процедуры, и я жду здесь в студии и вас, вашего врача-суджок-терапевта, и вашего психолога, да и самого Юрия Долгова. Итак, я думаю, что вы получили сегодня достаточной информации. Дмитрия Донского, 2А-7, клиника Благо Плюс, и не только лечение алкоголизма и наркомании, но и, как вы уже услышали, косметология в достаточном объеме. Спасибо, Оленька. Спасибо. Спасибо. Оставайтесь на Медиаинформ, будет интересно. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»